С точки зрения внешней политики, нашей целью должно быть не остаться наедине с Россией, как этого хочет грузинская мечта, а напротив, надо осуществлять постоянное давление на Россию в международных форматах. Я считаю, что в первую очередь эта политика должна быть последовательной. Она должна быть направлена на то, чтобы мы смогли сделать всё для того, чтобы Россия не сумела уклониться от политической и правовой ответственности. Речь о политике, которую она проводит на оккупированных территориях. Вместе с этим нам необходима стабильность в этих отношениях. Поэтому нужен диалог во определенных форматах. Если мы посмотрим на рамки диалога, установленные нашими сегодняшними властями, мы увидим, что в формате Карасина-Абашидзе в женевских переговорах наши позиции непрозрачны, и мы не обладаем информацией, которой можно было бы доверять. В российской политике мы должны противопоставить политику, которую с 2012 года ведет грузинская мечта. Здесь важны три критерия. Это принципиальная позиция в вопросах деоккупации, это прагматичный подход и это мирный подход. В этом конфликте, скажем прямо, в войне мы не одни. С помощью наших международных партнеров во всех форматах мы должны попытаться с учетом этих принципов идти по пути деоккупации. «Не надо заискивающе разговаривать с Россией, не нужно склонять голову. Извините, но почему эти люди думают, что мы это планируем делать? Мы говорим одно – нужно хорошо всмотреться в горькую и жестокую реальность, оценить развивающиеся проблемы в мире, наши возможности, исходя из этого, действовать». Для актуализации на высшем уровне проблем Грузии, восстановления территориальной целостности и возвращения беженцев сегодня намного более благоприятная международная политическая конъюнктура, чем была несколько лет назад. В такой полной для нас возможности и обстановке молчание со стороны Грузии и пассивность – просто преступление. «Грузия не потеряет равновесия и продолжит борьбу в рамках международного правосудия мирным путем для того, чтобы была восстановлена наша территориальная целостность и общество, разделенное искусственными заграждениями, объединилось». Продолжение следует...